МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В регионе полным ходом идет подготовка к газоснабжению Караганды, Жизказгана и Тимиртау. На аппаратном совещании в областном Акимате обсудили вопросы строительства газопровода Сарарка. Житель Караганды Дамир Каримов с рождения страдает пороком зрения. Однако слепым себя не считает и настроен на позитив. В его планах путешествие в Новую Зеландию. День открытых дверей провели в месте, куда обычно никто не торопится попасть. Родные осужденных ознакомились с условиями содержания в учреждении АК-159-1. В регионе полным ходом идет подготовка к газоснабжению Караганды, Жизказгана и Тимиртау. На аппаратном совещании в областном Акимате обсудили вопросы строительства газопровода Сарарка. О ходе работ доложил исполняющий обязанность руководителя управления энергетики и ЖКХ. Более 70% магистрального газопровода Сарарка будет проходить по территории Карагандинской области. В первую очередь в регионе планируется газифицировать три города – Караганду, Жизказган и Тимиртау. Обеспечить местных жителей газом должны до конца 2019 года. В связи с этим 23 июня был подписан меморандум с компанией Котек. Запланировано строительство трех автоматизированных газораспределительных станций. Первые пусковые комплексы городов проектируются с учетом подведения к городу автоматизированных газораспределительных станций. Проектом также предусматривается газификация близлежащих населенных пунктов городов Садпаев, Сарань, Бухаржавского, Абайского и Ултавского районов. В Караганде определены четыре очереди и 16 пусковых комплексов. Первым пусковым комплексом планируется газифицировать частный сектор района Михайловки. В Тимиртау, Жизказгане по три очереди и девять пусковых комплексов. Проекты будут сданы в госэкспертизу не позднее сентября текущего года. Глава региона Ерлан Кошанов отметил, что вопрос газификации требует особого внимания, так как это является поручением главы государства. Это также один из главных вопросов поручения главы государства. Поэтому первым мы определили три города. Это Караганда, Тимиртау, Жизказган. И вот с пуском газопровода магистрального мы должны уже, первый газ должен пойти в эти наши города. Затем уже поэтапно пойдем по другим регионам. Напомним, дальнейшая газификация является одной из пяти социальных инициатив, озвученных президентом Нурсултаном Назарбаевым. Согласно поручению Ельбасы, в течение полутора лет будет реализован проект строительства магистрального газопровода по маршруту Кузлорда, Жизказган, Караганда, Тимиртау, Астана. Далее о происшествиях. В одной из квартир Караганды полицейские обнаружили труп 49-летней женщины с признаками насильственной смерти. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 24-летний житель города, который признался в том, что из корыстных побуждений убил потерпевшую. В это же время тимиртауские полицейские раскрыли убийство по горячим следам. Ночью 5 августа в городскую больницу бригады скорой помощи была доставлена 34-летняя женщина с ножевыми ранениями. Не приходя в сознание, она скончалась. В ходе оперативных мероприятий был установлен и задержан 20-летний подозреваемый. Он признался в том, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевые ранения, потерпевшие возле одной из торговых точек города. По двум фактам начато досудебное расследование по статье убийства. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны подозреваемые. Они во дворейный изолятор временного содержания проводятся расследования. Месячник по профилактике вирусных гепатитов стартовал в Карагандинской области. Акция продлится до 23 августа. Специалисты городской поликлиники номер один рассказали об особенностях болезни и прогнозах ее распространения. Вирусные гепатиты относят к распространенным и опасным инфекционным заболеваниям. Несоблюдение правил личной гигиены, употребление зараженной пищей и воды, контакт с вирусоносителем – все это может привести к заболеванию гепатитом. Специалисты различают несколько форм гепатита. Среди них больше всего изучены гепатиты А и Б. Врачи поликлиники номер один заявляют, что вакцинация является действенным способом профилактики данного заболевания. Поэтому в медицинском учреждении отводят значимую роль в разъяснительно-агитационной работе. Основная мера профилактики – это вакцинация. У нас в национальном календаре из Казахстана внедрена вакцинация против гепатита А. Это мы прививаем детей в возрасте двух лет. Первая прививка, затем вторая прививка, через шесть месяцев вторая – это ревакцинация. Это гепатит А. Также есть вакцинация против гепатита Б. Это мы начинаем прививать детей, новорожденных уже в роддоме первые два-три дня. Затем по схеме, где новорожденных 0,24, то есть родился, потом через два месяца и через три, и через четыре месяца. Также проводится вакцинация тех людей, которые, например, получили переливание крови. По данным врачей поликлиники, только за последние семь месяцев вакцинации подверглись более трехсот детей. Специалисты уверены, что подобная мера профилактики позволит снизить уровень заболеваемости граждан. Житель Караганды Дамир Каримов с рождения страдает пороком зрения. Инвалид третьей группы прошел череду сложных испытаний в жизни. Однако слепым себя не считает и настроен на позитив. В молодые годы он уже побывал во многих местах, освоил музыкальные инструменты и не собирается останавливаться на достигнутом. Эколог и путешественник в отставке. Именно так себя сейчас называет Дамир. Любовь к природе и желание узнавать новые у него с детства. Он занимался экологическими проектами, исследовал космическое пространство. В свои 30 лет Дамир побывал во многих странах и городах мира. В их числе Средняя Азия, Россия, США. Особенно его поражает природа родной земли. В последнее время я как-то особо мало путешествую. Даже немножко мне стыдно, когда меня называют путешественником. Думаю, когда же я в последний раз куда-то ездил. Надо скорее оправдывать свой статус, куда-нибудь ехать. И эколог я тоже в отставке, наверное, или в отпуске, потому что давно я не занимался какими-то экологическими проектами. Сейчас я как раз-таки несколько предложений рассматриваю для участия в экологических проектах. Потому что опыт последних лет показал, что я могу работать только в этой сфере, потому что умею только то, во что верю, так скажем. По словам Дамира, о своей особенности он узнал, когда ему было 6 лет. Сначала он ходил в школу-интернат для детей с нарушением зрения, а через год перешел в обычную. После окончания 11 класса Дамир поступил в высшее учебное заведение. Также он освоил музыкальные инструменты и является учителем игры на фортепиано. Поскольку я так видел всегда, видел так с рождения, это мои 100%, я по-другому не знаю. В принципе, я даже не могу сказать, что я как-то от этого сильно страдаю или мне как-то плохо, потому что я другого не знаю. Я очень переживаю за людей, которые действительно когда-то видели 100% и потеряли. То есть для них это, конечно, большой удар, они привыкли жить с хорошим зрением и потеряли. Им действительно очень тяжело. Мне, наверное, повезло в каком-то смысле больше даже, что я всегда так был, я так привык и, собственно, мне нормально. Дамир Каримов уверяет, чтобы чувствовать себя таким, как все и брать от жизни только лучшие, ему помогает поддержка родителей и друзей. В ближайшее время у него в планах немало дел, а главное – покорение Новой Зеландии. День открытых дверей провели в месте, куда обычно никто не торопится попасть. Родные осужденных, отбывающих наказание в учреждении АК-159-1, ознакомились с условиями содержания и посетили небольшой концерт. Мероприятие проводилось специально для отряда хозяйственного обслуживания. Это порядка 60 осужденных, у которых ранее не было проблем с администрацией учреждения. К Анатолию Багракову приехал единственный родственник – его дядя. 25-летний Анатолий заявляет, что он никогда больше не приступит закон. Задушевные песни и громкие аплодисменты. Такие вечера здесь любят. И главная причина в том, что можно вот так обнявшись за руки, сидеть рядышком с тем, кто ждет и скучает. День открытых дверей – это не только общение. Для родственников осужденных провели небольшую экскурсию. Показали, где спят, что едят, какие занятия посещают в местах лишения свободы. Рассказали об уставе. Данное мероприятие для укрепления родственных связей и поддержания. Также будет произведен обход по жилищным условиям осужденных. Это спальные места, столовая. Администрации исправительной колонии отмечают, что подобные акции проводятся здесь каждый год. Возможность лишний раз встретиться с родными зависит от поведения осужденных. Впереди у заключенных учреждения АК-159-1 «Летняя спартакиада», стартовавшая 1 августа. По ее завершению победители ждут призы в виде поощрения и ценных подарков. Андрей Тенжа, Сулама Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Полсотни детей из детских домов были приглашены на благотворительный показ цирка «Шапито», который приехал в Караганду из Новосибирска. Мероприятие было организовано в рамках республиканской акции «Дорога в школу». В минувшие выходные 50 воспитанников двух детских домов Караганды насладились выступлениями артистов новосибирского цирка «Шапито». Такую возможность детям предоставили стражи порядка. Напомним, в Казахстане стартовала акция «Дорога в школу». Она нацелена на помощь детям из многодетных и малоимущих семей в подготовке к предстоящему учебному году. В рамках этой акции оказывается помощь детям, семьям, которые нуждаются, оказывается помощь по подготовке их к учебному периоду. Также благотворительная деятельность тоже осуществляется. Сегодня в местной полицейской службе достигнута договоренность с администрацией новосибирского цирка, который приехал нам в город Караганду. О показе на бесплатной основе в целях благотворительности детям с двух детских домов города Караганды. Представление цирка «Золотой дракон» понравилось всем без исключения. Дети поблагодарили организаторов в лице местной полицейской службы за веселое времяпровождение. Да, спасибо им большое, что организаторам, что подарили нам такой день. Мне очень понравился «Золотой дракон», клоуны. Вообще так все красиво, восхитительно, как в волшебстве. То, что дети зарядились положительной энергией, подтвердили и воспитатели. Детям очень понравилось. Хотелось бы выразить огромную благодарность за приглашение, за этот подарок для наших детей. В ходе представления дети увидели множество запоминающихся выступлений. Артисты новосибирского цирка «Шапито» радовали зрителей захватывающими дух номерами. Насыщенная программа включала в себя опасные трюки – номера с обезьянами, собаками, ламами и леопардами, а также выступления канатаходцев и клоунов. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Стать обладателем десятого айфона всего за одну тысячу тенге. Для этого достаточно лишь стать клиентом Форте-банка и провести денежную операцию. Каждые две недели с 15 мая по 23 декабря один клиент становится победителем розыгрыша. На этой неделе новейший смартфон выиграла жительница Абая. Клиентом Форте-банка жительница Абая Лязат Искакова является с 2010 года. И вот уже 8 лет получает заработную плату на платежную карту. В начале июля Лязат расплатилась картой в магазине. Через две недели мне позвонили и сказали, что я стала победителем розыгрыша айфона Икс. Я, конечно, не поверила, подумала, что это розыгрыш. Но сотрудники банка Форте меня убедили, что действительно победителем стала я. Я очень рада. И вся семья моя рада такому выигрышу. Новенький смартфон Лязат намерена отдать сыну. По ее мнению, молодое поколение сможет в полной мере использовать все возможности современного гаджета. Розыгрыш 10-го айфона продолжается до 23 декабря. Победитель определяется каждые две недели. Участниками розыгрыша могут стать клиенты, осуществившие регистрацию в мобильном приложении и совершившие операцию перевод в мобильном приложении на контакт. Клиенты, осуществившие безналичный платеж по картам. Также клиенты, совершившие любую денежную операцию по кредитной карте. Минимальная сумма для участия в розыгрыше составляет 1000 тенге. Очередной розыгрыш состоится 22 августа. Еще есть время для того, чтобы стать клиентом Форте-банка и осуществить платеж. Кто знает, может быть, именно вы станете следующим победителем. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сауэлнстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова